Добрый день! Добрый день, дорогие первокурсники, ваши родители, добрый день, преподаватели, профессорско-преподавательский состав нашего университета. Конечно, это замечательный день. Вы поступили в один из лучших вузов страны. Я не побоюсь этого слова. Это хороший бренд. И из маститых выпускников, часть медалистов, часть отличников, высокобальников в школу, вы вдруг превращаетесь в таких маленьких студентов самого первого курса очень тяжелого университета, в котором, честно говоря, удержаться удастся далеко не всем. И для того, чтобы это сделать, вам надо посвятить сейчас, особенно первый год, вот все, что можно посвятить учебе. Не отвлекаться ни на что. Я от всей души вас еще раз поздравляю и в завершении хочу сказать следующее. Что то, что вы сегодня здесь, конечно, это ваша победа. Но не только. Это победа вашей семьи. Поэтому сегодня не забудьте сказать спасибо папе, маме, братьям, дедушке и бабушке и все, кто вас сюда привел. С праздником вас! У меня почетная миссия от имени правительства Петербурга поздравить вас с уникальным днем вашей жизни. Друзья, я могу сказать, что на самом деле я так же, как и Сергей Федорович, вам немножко завидую. Потому что, занимаясь медициной, невозможно в нее не влюбиться. Это потрясающе интересная, хотя и очень сложная специальность. От всей души желаю вам успеха в освоении этой непростой профессии. Добрый путь! Поздравляю! Наверное, самое главное, что вы должны вот сегодня от нас услышать, что вы будете работать, мы будем работать вместе с вами. И, собственно, ваша жизнь будет принципиально другой, чем была до сегодняшнего дня. Вас, Сергей Федорович, уже немножко напугал, что каждый третий будет отчислен, и надо только учиться. На самом деле, хорошо учиться и заниматься своими творческими способностями развивать их – это тоже очень важно. Потому что только гармонически развитый человек, он действительно будет успешен во всем. Я призываю вас и хорошо учиться, и вливаться в нашу творческую жизнь в нашем университете. Желаю вам всем успеха, и постарайтесь, чтобы через 6 лет мы встретились здесь в полном составе на выпуске. Спасибо. Я вас всех поздравляю с тем, что вы поступили. Я очень хочу, чтобы вы все в этом же составе вышли через 6 лет, получили диплом врача. Мы сделаем все для этого, чтобы вы получили этот самый диплом, но теперь очень многое будет зависеть от вас. Те, кто выдержит и закончит наш вуз, имеют весь потенциал и шансы, чтобы достичь больших высоток. Так вот, я вам желаю, чтобы все это произошло, чтобы вы втянулись в учебный процесс, чтобы у вас хватило терпения и способностей со всем справиться. Это уникальный на самом деле момент, момент в моменте. Вы стоите сейчас на стартовой площадке, на стартовой линии, откуда вы все пойдете по одной и той же траектории. Поэтому вот это приключение, постарайтесь психологически отнестись к этому. Это очень важный путь, это очень важные 5 лет вашей жизни. Но это очень хорошая, интересная игра, в которой чем больше вы завоюете бонусов, тем к высшей цели и к высшему уровню и к большим призам вашей жизни, назовем это так, вы подойдете. Постарайтесь не относиться к учебе как к школе. Это ваша специальность. Вы сейчас не боретесь за оценку, вы сейчас учитесь жить. Вы прошли очень долгий путь и стали полноправными членами элитного сообщества Первого медицинского. Почему элитного сообщества? Да потому что, как уже сказал Андрей Ильич, наш ВУЗ занимает одну из лидирующих позиций в международных рейтингах. Но международный рейтинг – это не постоянная константа, а постоянно меняющаяся величина, напрямую зависящая от тех людей, которые учатся и работают в университете. И мы очень надеемся, что вам удастся своей хорошей учебой, активным участием в научной и общественной жизни университета не только удержать этот высокий показатель, но и приумножить его. Помните, что обстоятельства у всех одинаковые, а результат разный. Никогда не сомневайтесь в собственных силах и возможностях. У вас все получится. Мы с вами и мы вам в этом поможем. Добрый путь и пусть удача будет с вами. Наш университет называется университетом, потому что у нас представлены все уровни медицинского образования. Студенты наших факультетов, основных, после второго курса получают диплом младшей медицинской сестры. И, соответственно, с этим диплом они могут начать свою трудовую деятельность. После третьего курса наши студенты получают допуск при их желании на добровольной основе для работы в качестве медицинских сестер. У нас сегодня, наверное, две трети сестренской должностей в нашей университетской клинике, а это больше 1300 коек, заняты нашими студентами, которые таким образом начинают свой путь в медицину с самых азов, в сестренской деятельности. И сегодня здесь присутствует большая группа студентов, это студенты медицинского училища, которые именно этот путь выбрали. Они выбрали этот путь осознанно, потому что они понимают, что быть рядом с пациентом, находиться рядом с пациентом, самые критические моменты его жизни, это, в общем-то, обогащает будущего врача. АПЛОДИСМЕНТЫ Но я, я отдаюсь, я отдаюсь, чтобы жить. Я отдаюсь. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мы с вами такие же студенты, готовы вам помочь, готовы посодействовать в решении данной проблемы. Спасибо большое, поздравляю вас! Вы начинаете очень долгий, увлекательный, но в то же время сложный путь, путь становления врачом. У кого-то это будет 5 лет, у кого-то будет 6 лет. И на протяжении всего этого времени с вами будем мы, профсоюзной организацией. Мы, решившие посвятить свою жизнь благородному делу, получая звание российского студента, перед лицом своих учителей и преподавателей, клянемся! 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 Где бы ни были мы, высоко держать марку первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Ивана Петровича Павлова и быть верными его академическим традициям. Клянемся! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ